Вся Россия в одном здании. Государственный исторический музей в Москве по праву может считаться главным в стране только в залах. Расположено 5 миллионов экспонатов, а вскоре для туристов откроют и запасники. Мы продолжаем серию репортажей о Москве туристической, рассказывает Анастасия Кондрашова. Главная сокровищница России расположена на самой главной площади страны, что весьма символично. Отсюда, от стен Кремля, начинается Россия, а в залах Государственного исторического музея вся Россия, начиная от первобытных племен. Едва переступаешь порог, попадаешь в парадные сени. Помещение построено как православный храм, а там под сводами торжество российского самодержавия. Все верховные князья, цари, императоры. Все тут так ярко описано. Очень даже неплохой дизайн, мне нравится. Это оценка музейных интерьеров от британских гостей столицы. Иностранную речь в этих залах можно услышать не реже, чем на Красной площади. Кремль, Третьяковка и этот Государственный исторический музей. Три главных пункта в списках туристов из-за границы. Недавно только приехали и узнали, что тут очень популярностью отличается этот музей. Пришли посмотреть, очень понравилось. Люблю военное искусство, смотрю. Каждый зал в стиле той эпохи, который посвящен здесь примерно 5 миллионов экспонатов. Это только вещи и предметов. Целые рабочие цеха древних русичей. Интерьеры дворянских комнат. В огромных залах умещаются даже усыпальницы. Этот саркофаг был найден в Краснодарском крае детьми. Мы являемся гражданами своей стороны. Наверное, свои достопримечательности мы обязаны знать. Поэтому еще захватила с собой своего премянника для того, чтобы показать ему столицу нашей Родины. Многие экспонаты можно рассматривать не через блики стекла, а не в открытом доступе. Хотя музею приходится кое-что менять в интерьере. Сохранности для. С этим Челном вдавно ходит отдельная легенда. Более современная. Однажды один из политиков так заслушался экскурсовода. Наклонился и обломил кусок от древней лодки. После чего Челны решили спрятать под стекло. Вот если смотрели фильм «Россия молодая», это Петр Первый. Приезжал как раз на этом мазке. Эта женщина не профессиональный экскурсовод, а смотритель в зале эпохи Петра Великого. И императорские вещи уже стали как родные. Одну и ту же экскурсию в день смотрители слышат до десятка раз. И в принципе любой из них способен, если не провести свою экскурсию, то хотя бы кое-что разъяснить заблудившимся посетителям. В общем-то нам не положено, потому что основные мои обязанности – это порядок в зале. И, значит, ну как бы сказать, досмотр за экспонатами. Но кое-что так бывает, что услышишь, ну так сказать, ну можно сказать, краем уха. А скоро главная сокровищница откроет новые жемчужины истории России. Специально к 200-летию Отечественной войны 1812 года из запасников извлекут то, что еще никогда не видел обычный посетитель. Анастасия Кондрашева, Юрий Чернышев. Информационная программа «День. Москва». Анастасия Кондрашева, Юрий Чернышев.